Вы упоминали физику в связи с синергетическими моделями и состав физики, насколько я понимаю. Слово синергетика я не произносил, но неважно. А внешняя ли тут физика? В том смысле, что то, что вы, я так понимаю, собираетесь использовать, это скорее математика. То есть, точнее говоря, те ее какие-то модели, которые всего лишь были разработаны либо для физики, либо для физики химии? Ответ нет, не лишняя, ни в коем случае. Математика здесь шестым пунктом над всем этим. Физика не лишняя ни в коем случае, а именно модели пространственного размещения при их изучении порождают способ мышления, очень характерный для физической науки. И, соответственно, используют модели практически прямо напрямую с физики. Даже есть такая область, она называется экономфизика, где к экономическим вопросам напрямую прикладываются известные физические модели. Просто один к одному, просто пользуясь тем, что в физике они изучены давно и очень хорошо, а экономисты, в принципе, в рамках научного подхода думают, ну, экономистам очень мало лет, физикам много столетий, а экономистам едва ли сто лет наберется. Хорошо, второй вопрос. Вы рассказали о ситуации, когда ни одна из хронических моделей является инфляциальной, когда каждый в то же время не обходил знание всех тип для того, чтобы в той или иной степени для такого же случая возможность применять. Кажется ли вам эта ситуация временной? Ни в коем случае, эта ситуация вечная. Спасибо, да. Я могу в любой момент перестать отвечать на вопросы и рассказать про тройную дуэль. Напоминаю, что я не обещаю, что смогу ответить на каждый вопрос. Мой старый кореш. По поводу... Да, более-менее то самое. Исследование поведения там кубических всяких... Семей с кубических уравнений. А можно прийти какой-нибудь пример из знаменитой теории, которые действительно показывают связь между математикой? Звони эти теории особенностей? Сейчас попробуем. Только давайте вот что. Дайте мне две минуты. Если две минуты у меня не получится, то значит все-таки это дольше просто физически. Значит, предположим, что были два одинаковых города. И потом случайно в некоторый один из них въехало некоторое небольшое количество жителей другого. Вот случайно так вышло. Сто человек переместилось, да? Мало ли что. Произошло. Они стали немножко неодинаковые. Дальше в системе возникли механизмы, в рамках которых складывается реальная заработная плата, уровень жизни, такие вещи. Вопрос. Этот механизм, он приведет, вот это перемещение ста человек, приведет к относительному увеличению уровня жизни по сравнению с другим регионом в большем или в меньшем? Понятно, да, что дальше происходит? Если это приведет к относительному увеличению в большем, то тогда это небольшое случайное событие немедленно раздуется в то, что в большом городе будет все, в маленьком ничего. Если же это изменение приведет к соотношению в другую сторону, то будет выравнивание. Так вот, есть некоторый параметр, который описывает, ну там сравнительный, ну некий обобщенный параметр из всех параметров модели, которые здесь есть. Там население, ценность во вкусах людей, сравнительная ценность тех или иных товаров. Ну вот все это агрегируется в некий один параметр. И пишется некоторое уравнение. Уравнение, и это уравнение относительно этого параметра, оно зависит от соотношения населения. То есть вот как бы есть параметрическое семейство уравнений относительно соотношения населения вот этих двух городов. Вот это параметрическое семейство уравнений, оно кубическое, в смысле каждое уравнение из этого параметрического семейства кубическое. И соответственно при некоторых параметрах оно вот такое, а при некоторых вот такое. И вот бифуркация стоит в том, что как раз вот такой режим переходит вот в такой. Нет, ластушкин хвост — это ситуация из кубических поверхностей, если я правильно понимаю. Я же говорил… Ну да, хорошо, если мы все это нарисуем на… Да, если мы это все нарисуем, ну такая складка, которая выравнивается. То есть складка выравнивающаяся. Владимир Иванович, вот такой вопрос, на котором вот такая ситуация. Вот сейчас просто задали, приняли экономистам, которые матопарад вообще не пользуются, пользуются своим народом. И сообщество, которое предполагано, видимо, подачей сигналов каких-то, сразу решилось высказывать, что вот, если это не все, дает сигнал, что не все делается, то вообще максимально. Если это можно, без разумасти, два замечательных результатов, я думаю, это ответил, что будет замечательно. У меня образовался. Вот в истории экономики был ряд работ, которые привели к очень периодным двигателям, очень периодным влияниям в дискуссию, но матопарад не использовали. Я могу назвать, там, Коузо, Олтоно, Пиршмоно, и так далее. Вот у меня там вопрос следующий. Как вы считаете, насколько в настоящее время возможности уявления таких работ в принципе, которые в результате на вербальных моделях, и второй вопрос, если это возможно... Подождите, давайте я на первое отвечу, а потом на второе. Я закончу. Такое... Тогда я забуду. Если возможно привели к этой работе, такой шаг, что они будут замечены. Вот, поделитесь. Гипотеза Коуза превратилась в сложнейшую математику. Это раз. Второе. Нобелевская премия последних нескольких лет подряд выдавалась за галимейшую математику. Наверное, просто они решили, что хоть раз надо какое-то послабление сделать. Но это лично мое мнение. Вообще, в принципе, мне на это положить, грубо говоря. Я имею в виду на вот эти подводные какие-то. А вот насчет того, что может ли родиться вопрос содержательный. Да, может, конечно. Если вы начинаете думать про новую совершенно вещь, неожиданную новую идею, то вначале у вас вопрос нематематизирован. А потом, когда вы начинаете про него долго думать, он становится математизированным. Вот, собственно говоря, эта схема. И, конечно, это возможно. Нет, по-моему, вы понимаете ли он сейчас, вы стояли на местах одну статью, как, например, по-моему, вы стояли на себе. Охрен его знает. Понятен, да. Понятен, да. Мне кажется, что надо в головах менять. Дело не в рутине, а именно в головах. Вот как должна быть построена система стимулов? Как должна быть построена голова? Правильно. Как менять голову? Голова. Вот головы надо менять с помощью таких лекций. Можно менять образование? Спасибо. Да, как менять образование было сказано. Хорошо. Движение сюда. Спасибо. 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 Ответ. В начале кризиса, в течение года с начала кризиса, в Европе было куплено в три раза больше произведений Маркса, чем за предыдущий год. Учебные? Ну, не знаю. Нет, публикой Европой как таковой. Значит, мое собственное… Нет, я не буду говорить мое собственное мнение о Марксе, оно очень сложное и такое как бы разветвленное. Ну, вообще Маркс – антихрист, и поэтому как бы вроде как это ясно, но при этом… Сложно. Нет, но при этом нет, но там как бы есть много сложных пунктов, потому что человек не может быть прям целиком вот прям антихристом, да? Но там просто, ну, я не знаю, я науку… Я знаю марксистский клуб в Новосибирске, например. То есть есть люди, которые разрабатывают довольно сложные, да, модели, там вполне себе дифуры. Есть, они ездят к итальянцам в гости, они там выступают. Эта область живет где-то немножко на Атшибе, да. А к шведам кто-нибудь ездит? Я. К шведам вернее? Да. Я часто езжу к шведам на конференции там. Нет, а в смысле… А, в смысле того, что в Швеции социализм, да, как бы? Ну, в социализме ничего плохого нету вообще. В коммунизме? Другой вопрос, да. Включается ли система подобной измерки? Если я правильно понял, что в основном. Вряд ли это служит не в своей ситуации, которая включена измечательность. Вы знаете, давайте я… Начну отвечать, но не закончу, ладно? Значит, западная экономическая наука базируется на принципе достижение максимальной выгоды. И этим определяется мейнстрим. И этим же определяется ее ограниченность к тем сообществам, в которых этот принцип уже верен не в полной мере. Или не в полной… Или не верен совсем, например, как в Северной Корее, да. И, соответственно, так как современное состояние такое, что западный мир в основном все-таки под эту парадигму подпал, то, соответственно, в современном западном мире эта парадигма работает неплохо. Ну, а продолжать я не буду. Мне положить на споры, которые вокруг этого идутся. Сейчас, я прошу прощения, можно четкий вопрос? Я пока не понял. Это может перейти в вопрос, считаете ли вы, что эта работа у вас не научная? И может ли вы это отметить, что она не научна, поскольку не задержана математических изменений? Значит, Коуз, по крайней мере, давайте про Коуза, про Вильямсона поменьше знал, но про Коуза, безусловно, я могу сказать. Коуз породил несколько дипотез. О, кстати, Коуз. Что у Коуз? Есть такой, по-русски немножко неприлично звучит, ученый Тьебу, который, значит, он совершенно на чисто географическом, без математики совершенно, он предположил, что в конкуренции юрисдикции за людей есть все те же мотивы, которые на конкуренции на обычных рынках присутствуют. Каждый из этих людей задавал содержательный вопрос. И я ни в коем случае не говорю, что вообще любой содержательный вопрос является математическим. Я утверждаю, что его изучение очень быстро сведется к исследованию математических вещей. Да, хорошо. И вторая, может быть, скорее реплика, а не вопрос, относительно того, что экономическая наука всего 100 лет. В общем-то, и гораздо больше, просто раньше другие критерии научности. И еще я хотела сказать, что из вашей лекции можно сделать вовремя, что математического аппарата, обширного, и знания, откуда растут ноги, достаточно для того, чтобы понимать экономические процессы экономической теории, экономическое реальное состояние. Ни в коем случае не следует. Хотя откуда растут ноги, все, конечно, знают. Но конкретно про экономическое знание следует следующее. Следует, что на самом деле наоборот. Я когда-то говорил, ведь я же сказал в течение лекции, что математики, которые залезают в ЖЖ и начинают огульно комментировать по экономическим вопросам, выглядят идиотами. И, соответственно, что я хочу ответить, если я отвечаю правильно, то ответ такой. Для того, чтобы изучать экономику, нужно обязательно понимать и экономику, и математику. Ну, если понимать экономику… Это первая, вторая вещь. Очень, ну… У вас нет шансов понять экономику, если вы не знаете математику. Вот главный такой лейтмотив моей лекции. Ну да, понять глубоко, потому что когда вы начнете пытаться что-то глубоко понимать, сейчас мы дуэлим перейдем, и вы увидите уже. И вы сразу, если вы что-то математике там, ну как-то кастрировано, то бесполезно. К арту, микрофон надо ближе сделать. Вы сказали, что развитие экономической науки есть отдельные тренировые дыни. Но на практике… Еще раз. Вы сказали, что развитие экономической науки есть отдельные тренировые дыни. Начинается. Православие не развивается и ни в коем случае не должно развиваться. Оно всегда было, есть и будет одним и тем же. А вот западные попытки развивать религию известно, к чему привели. Вопрос. В Западе, в России, для общества, что более важно, развитие экономической науки или развитие религии? Вы понимаете, что это развитие религии? Я имею в виду, что там. Я имею в виду. А, может ли вы сравнить эффект от экономики и от теологии? Значит, я не знаю, что я услышал, но мне хочется шаблонным образом сказать, что на Западе важнее экономика, а в России религия. Этого достаточно или нет? Почему? По факту. Благодарить не надо, надо задать вопрос. Вопрос такой. Вы делали сильный теннис в начале вашего выступления, который сказал в том, что у экономистов никогда не бывает разногласий по поводу того, что такое высокий научный уровень. Два конца примера. Первый уже много раз упоминавшийся Рональд Коу, в частности, от 1907 года природы фирмы, перевернул экономическую науку, но перевернул ее через 40 лет. Который никто эти 40 лет не замечает, экономист, которые продолжали строить свои тематические модели, не замечал. Второй более очевидный пример, там, как быстрее произошло, Джордж Шакер, в частности, 5 лет, про начало, ну, знаете, вы что ли, да? Конечно, знаю. Вот хотелось бы комментарий по вопросу того, что экономисты всегда знают, в конце концов, что такое высокий научный уровень, да? Я немножко другое имел в виду. Значит, предположим, что у нас есть некоторое сообщество, 20 человек сидит и слушают доклад за докладом. И вот, когда они начинают слушаться в доклады, у них, вот если это вот как бы, ну, короче говоря, вот в этой ситуации не возникнет споров, типа вот этот доклад хороший, этот плохой. Сейчас я подумаю. Значит, насчет Коуза, да? Ну, хорошо, но и Коуза Керлов впоследствии превратились в очень развитые науки, особенно Керлов. Вообще про Керлова я могу сказать, что да. То есть, что это значит? Что вопрос в том, могли бы не заметить или нет такую работу, вот типа пришел, никто сделал доклад на конференции, ему сказали, это неинтересно, он ушел, а потом выяснил, что через… Ну, хрен его знает. В принципе, возможно, все возможно. То есть, я бы… Давайте я так скажу. То, что я сказал про консенсус насчет высокого уровня, видимо, правило, которое имеет исключение. А у меня вопрос в продолжительстве. То есть, я ни в коем случае не хочу отдать этот тезис просто так сказать, что нет, наверное, вы правы, это не так. Нет, это, конечно, так на самом деле. То есть, насчет высокого уровня, ну, действительно, вот дело в том, что уровень, да, это то, что мы не можем определить. Но, как правило, консенсус есть. В исключительных случаях может быть всеобщее, там, ну, какая-то, да, всеобщее заблуждение. Вы, когда формулировали этот факт на срекция, сказали о том, что консенсус должна идти о настоящих ученых, не о тех, кто там получает регистрацию. Ну, в данном случае мы обсуждаем именно настоящих ученых. Мы этот вариант не обсуждаем. Более того, говорим не только об экономике, но вообще о науке. Здесь есть маленькая проблема. Во многих науках… Нет, я вообще-то за экономику отвечал. Во многих науках включая экономику, видимо, существует проблема из механического большинства тех, кто считает себя надлежащими к этой науке, но в ряде по вашим критериям относятся к настоящим ученым. Соответственно, вопрос… Конечно. Когда? А как в стране, в любой стране, должно поступать руководство, пытающиеся выстраивать научную политику, пытаясь найти настоящих ученых? Я понял. Вот это действительно сложно. То есть мы сейчас переходим к области практической какой-то реализации чего-то. И действительно, вот вопрос, заданный красным молодым человеком и вами, действительно, когда мы начинаем думать, хорошо, допустим, я прав в своем тезисе, тогда тривиально устроена на самом деле тогда проблема только в дискоординации. То есть я возьму там список, напишу 100 лучших экономистов России, этот список будет одинаков у меня и у всех моих коллег с точностью до может 20%. Ну, скажем так, если каждый из нас, вот, если каждый из нас напишет 100 лучших экономистов, ну мат экономистов России, ученых экономистов России, то первые 50 будут очень близки, да, может быть, первые 50 будут иметь огромное пересечение во всех списках. И в этом смысле вроде бы так просто, да, взять этих, грубо говоря, 50 одинаковых, ну или там 7 из тех, которые встречаются почти всюду, привести президента положить на стол и сказать, все гранты выдают комитет из этих людей, всех остальных, давай, да. Ну вот что-то подсказывает, наверное, и вам, и мне, что по каким-то причинам это не получится. Что-то такое, что нельзя сформулировать четко, но вот если… ну какой-то, да, но мне тем не менее нет, я считаю, что на самом деле получится. То есть действительно будут иногда происходить такие неожиданные проколы, как там, кто не верил, Эйнштейн не верил в квантовую механику или кто? Эйнштейн не верил, ну вот такого типа, да? Имейте в виду проколы такого типа, без сомнения. Я думаю, что Коа Закерлов из такого вот рода. То есть я никак не хочу отдавать этот тезис. Я считаю его совершенно верным, но вот бывают проколы. То есть высокий научный уровень, такое понятие есть, как правило, есть консенсус. И иногда случаются какие-то неожиданные вот, как бы, неожиданные просчеты. Но есть вопрос, как найти то сообщество, в котором есть этот консенсус. Я могу выписать ручкой сейчас 100 человек. И все. Во-первых, хотел бы, ну, вместо спора о том, кто высокий научный уровень, и результат, это и есть лицей высокого научного уровня. Если результат есть, то и не выставим. Есть проблема с антикута. Во-вторых, я закончил там технически, вот, я хочу сказать, что математика, он у нас тоже закончил технически. Да. У нас математика тоже вызвала много вопросов, зачем. Слава богу, четвертому третьему пусту стал конец. Вот. И третье мысль. Если мы возьмем модель, течение в облике в трубе, в разных трубах, просто в разных трубах, получим эти модели, получим результаты. Используем эти модели. В сравнении с реальным течением трубов, у нас есть отклонение. Мы не говорим, что разные юридические законы бьются в этих трубах. Законы одни и те же. Мы берем разные государства, берем те же людей, которые доводятся в процессе настоящей живтости. То есть, условно говоря, мы можем применять то же самое. Подойдет, ну, скользить. А, нет, ищи. Кажется, я понял. Да, я все понял. Ответ. Кардинально нет. Кардинальная разница. То есть, в физике попытка учесть свойства, ну, грубо говоря, давайте я скажу так. Я вот скажу, да? Ну, не буду это ни защищать, ни как бы пытаться спорить на эту тему. Экономика — это физика, в которой постоянная планка примерно равна единице. Не 10 в минус 11 степени, а единица. Вот это как бы то утверждение, в которое я постепенно начинаю верить, что вот может быть два центра изучения общественного мнения, оба вроде бы содержат совершенно серьезных ученых, но абсолютно без дураков, да, проводят социологический опрос на огромном количестве респондентов, ну, казалось бы, тысяча, две тысячи, ну, какие могут быть различия статистически незначимые, да? А вот в два раза, например, да? То есть, никакая теория вероятности это никогда не объяснит. Казалось бы, что тут, где? А вот вопрос, как вы задаете вопрос, так вы получите ответ. То есть, квантовая природа экономики, она обнаруживается на единицах порядка один. И в этом смысле вот этот ответ. Ответ про трубы такой же. Вот эти вот неточности, шероховатости труб в экономике имеют те же размеры, да, как будто трубы набили камней. А экономика нет. Никак не объясняет. Никогда не будет объяснять. Никогда экономика не будет этого объяснять. И вот в этом и разница. Ростислав Полищук, Екатерина Лебедева. Вот где границы принципа максимальной прибыли? Ну, например, врачам может оказаться выгодно людей заражать, а потом и лечить. Недавно вышла книга на Умиклее, Докторина Шока как раз цвет капитализма. Не, я все понял. Я понял вопрос полностью. Я понял мой вопрос. Ну ладно, нет, надо, чтобы все поняли. Я поясню вопрос. Значит, недавно вышла книга, которая, и не только для меня приносит впечатление, но и кляринь на переношок или расцвет капитализма катастрофе. По-моему, применяется теория управляемого хаоса, которая опработана и теоретически применена практически, например, в Югославии и как сценарий обращения с экономиками и государства. Да, это моя лиха интерпретация. Вот где эта граница этого принципа максимальной прибыли? Из которой может оказаться, что здравоохранение должно в какой-то степени быть болезнь и охранение до тех пор, пока у человека есть что платить и за свое лечение, которое, если желательно, так можно может быть лить. Ну вот такая вот противника. Понятно, спасибо. Значит, я только не понял, где граница в детс науке или на фаршине. Но вы можете ответить, это так. В принципе, максимальная прибыль. Я понимаю, принцип имеет границу в детстве. Теории в материи... Я думаю, что имеется в виду на практике, да? На практике, конечно, раз ты таких врачей отбиваешь. К сожалению, на эту тему у меня очень пессимистические прогнозы. То есть есть... Слушайте, я сейчас начну об этом говорить, но я тогда не смогу вообще ни о чем больше сказать. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что вообще есть два в принципе подхода к организации больших социумов. один призвать всех какой-то минимальной какой-то морали, что давайте хотя бы вот так не делать. Например, давайте призовем всех. Вот если вы живете в каком-то маленьком городе, и вот у вас построили мост через реку, а вы его рушите и возите на машинах, которые реку могут вброд перейти. Все туристы-водники отлично знают эту проблему, которая наступает во многих городах. Вот что как бы у людей в голове, чтобы было понимание, что это просто подло. Ну что вот человек, который так сделал, он не может жить другими в одном социуме. И за это отвечает в принципе религия. Она должна за это отвечать. Но западный мир сказал вдруг, нет, мы обойдемся без религии, мы сами с усами. И мы сейчас все организуем так, что мы как-то организуем все, и вот это будет невыгодно экономически. Так вот я в это не верю. И я думаю, что западный мир закончит именно так, погрязший вот в этих вещах. Я ответил, да? Ну я понял ответа, а вы ответили. Идеология, которая исходит из религии. Экономика это, господи, это оружие. Но это как бы, ну вот что мы, тот же вопрос, как бы, да, если уж мы продолжаем ответ на него. Что нам нужно от запада, да? Ответ. Профессионализм. Способы профессионального решения тех или иных вопросов. Ни в коем случае не то, что вместе с ним на ножках. Профессионализм приходит на каких-то ножках, да, вместе с собой, принося какие-то еще какой-то, какую-то шваль, ее все нужно выкинуть. Профессионализм взять, остальное выкинуть. То есть запад учит нас профессиональному отношению к предмету. У нас очень гильдяйское отношение ко всему. И от запада нам нужно ровно одно. Больше нам от запада ничего не нужно. Только профессионализм. Но он нам действительно, это как бы, это некий процесс. Мы им духовность, они нам профессионализм. Ну вот так вот построена жизнь. Дальше. Что именно? Ну, духовность и профессионализм. Ну, разумеется, мы им духовность, они нам профессионализм. А, нет, в смысле, что профессионализм и духовность немножко в противоречии друг с другом находятся? В некотором состоят, да. Тут очень сложно найти гармонию. Россия уже 2000 лет никак не найдет ее. Тысячу лет, извините. В принципе, на все мои вопросы, которые у нас были на его письме, в том числе и лекция в этом смысле очень сильная. Мне только жаль, возможно, вы нас пощадили и ограбили антитематики и практически представили как это удивление. В принципе, понятно. Все, что вы сказали, в полной мере применимо к эволюционной генетике, которую я занимаюсь. Там те же самые проблемы, и там это разве, это, как мне кажется, более полной мере. Я не понимаю, может быть, это прямо, я знаю, в системе вашей лекции, но очень бы хотелось, что-то сказали, если себя профессионализировали, почему обычные экономисты, в отличие от вас, как правило, говорят о таких красивых вещах, и действительно замолчают лицо, вы это, наверное, не стесняетесь говорить прямо на предыдущем ответе. Ученый обязательно должен говорить только правду. Если его модель дерьмо, он должен так сказать. Я сейчас вам представлю модель, которая является дерьмом, но я надеюсь, что она превратится в хорошую. Это правда может быть очень узкий, и вот они говорят о некоторых трактивах, вполне правильных вещах, которые и... и которая замалчивается. Почему замалчивается то, что действует, перекрывая все остальное? Такие вещи, как политическое давление, вооруженная угроза, договорных курсов, договорной средневной миссии. Почему замалчивается при том, который обеспечивает 20% правового углового продукта, хватает вас, да, права меньше. Вот теперь все. Вот теперь все. Главное, тебе это будет. Почему это замалчивается? И кем это замалчивается? Юрий, сюда. Ну, не знаю, жизнь так устроена, что замалчивается. Не, но я не знаю почему. Если бы я был президентом, ничего бы не замалчивалось. Я согласен, что о каких-то вещах экономисты очень не любят говорить. Сергей Маслиев. Есть ли общие для экономической науки критерии чистоты, эксперимента или наблюдения? В частности, может ли популярных моделей повлиять на человеческие ожидания и тем самым на результат? Может. И в этом проявляется ее вот эта вот квантовая натура на больших, на больших, в терминах, так сказать, больших величин. Это относится в точности к тому, что постоянно планка равна единице. Генн, а можно упрощение, что здесь идет о том, что здесь уже нет дисциплинарной науки? И это уже полный мунициплинарной науки. Я не буду отвечать, я просто скажу, что для меня наука все-таки рождается вопросом, интересным вопросом содержательным. И она как бы, соответственно, между областями. Я не знаю, если называть, я просто честно, вот честно сказать, разные люди, которые произносили при мне слово синергетика, имели в виду очень разные вещи. Я не сложил единого мнения о том, что это такое. Еще раз. Девчонки, я не знаю, по технологии, я не знаю. У меня несколько вопросов, они все связаны с единой темой. Вы, перечисляя список наук, которые необходимы для ответа на какой-либо вопрос, который интересует ученого, намеренно ли не упомянуть там теорию управления? И я хочу сказать, что для теории управления основным вопросом является вопрос прохозирования. И именно в связи с этим я лично не получил ответа на вопрос заявленных в начале вашей лекции, а именно куда идет нас экономика? Спасибо. Зато вы можете вспомнить аннотацию, в которой написано, что слушатели разойдутся с чувством неудовлетворенности. В общем, я прошу прощения, я, наверное, не смогу просто ответить. Спасибо. Мы продолжим вопросы только после доения. Хорошо. Значит, ситуация. Город Иркутск, 14 марта. Выборы мэра города. Поднимите руку, кто знает, что там произошло. Единая Россия, парида. Так, а кто знает чуть более подробно всю подоплеку? Ну, разумеется, да. Понятно. Значит, несмотря на полную, так сказать, казалось бы, открытость всей информации в интернете, никто ничего не знает. Это замечательно. Это очень хорошее подтверждение тезиса, который высказал Стиглиц, что огромное количество информации это то же самое, что ее полное отсутствие. Значит, в Иркутске произошло следующее. В Иркутске был выдвинут, ну, как выдвинут, ну, как бы попытались назначить некоторого кандидата, ну, как обычно в принципе это и делается, да, я без эмоциональной окраски, да, ну, просто вот так у нас, так, таким образом в России, да, модель демократии, она пришла к этому естественным образом наложившись на нашу ментальность. Это понятно. Ну, вот, значит, попытались назначить кандидата, который должен выиграть, и вдруг неожиданно возник еще один кандидат, который сказал, что он тоже от Единой России, тоже за Путина и Медведева и против того кандидата, который был назначен. Такая вот ситуация, ну, как бы похожая, да, на восстание Ангела, да, Ангел сказал, что вот он тоже как бог. Ну, вот, что-то в таком духе, да, то есть в одной и той же организации вдруг возник такой внутренний бунт, и он повесил там плакаты, типа, в свою фамилию и дальше в фамилии двух наших президентов. Ну, и дальше, значит, да, ну, и было еще… Входил во фракцию Единой России. Еще был кандидат от коммунистов, ну, по сути, его как бы никто как коммунист не воспринимал, ну, просто такой, как бы оппозиционный кандидат, нормальный мужик. Вот, и, ну, была тетушка из поселка Аршан, которую не знал никто и никогда никто не узнает. Просто она из Аршана, по-моему, и не выезжала. Но она была для чего? Чтобы если двое оппозиционных снимут, выборы не сорвались. Ну, это понятно. Вот. И, то есть, мы ее как бы со счетов сбрасываем. Было три реальных кандидата, которых можно обсуждать. И Единая Россия сняла своего опального кандидата номер два, который восстал против кандидата номер один. И прошла неделя, и случились выборы. В течение там этой недели и чуть раньше третий кандидат, который, ну, так вроде как, даже, ну, как говорят, потом он очень удивился вообще, что случилось, совершенно был в шоке полном. Он вывесил очень простой невинный плакат, который гласил «Мэра не назначают, а выбирают». Ну, в общем, кандидат этот победил с разницей чуть не два с половиной раза. То есть, произошел какой-то спонтанный сбой системный, ну, понятно, да, то есть, в городе Иркутск произошел системный сбой. Ну, а как, значит, можно это интерпретировать? У нас есть три дуэлянта, да, которые имеют разную точность попадания. И точность попадания, да, ну, вот если вы в кого-то целитесь, то ваша точность попадания, ну, вот если вы 100%, значит, вы точно его убьете, да. Ну, вот будем считать, что вот этот кандидат от партии власти, он имеет стопроцентную точность попадания. То есть, если он в кого-то целится, он его убивает. Он просто снимает с предвыборной гонки. И еще два человека. То есть, это вот одна ситуация, которая очень интересно смоделировать с точки зрения теории игр динамических. А вообще-то она, я ее привел сейчас на примере совсем недавнем, а реально она известна очень давно. Эту ситуацию рассматривали с момента войны. Ведь война, Великая Отечественная война, это не война двух, да, это на самом деле очень много партий было разных, ну, в смысле этих самых коалиций было разных, которые вот так уж сложились, что была война вот между данными блоками. Реально могло быть все иначе. То есть, есть некоторая теория, очень интересная теория, многосторонних военных конфликтов. Когда в войне, да, участвуют несколько человек. Ну, так вот стилизованно можно сказать, что есть несколько, давайте для простоты, трое, три дуэлянта, которые борются за, ну, девушку, допустим, ну, то есть за что-то очень ценное, что может достаться только одному. То есть не может быть речи о коалиции между ними, да, вот. То есть игра должна закончиться, когда двое будут мертвые. И они стреляются на дуэли последовательно в некотором из шести возможных порядков. А, Б, С, А, С, Б, Б, А, С, Б, С, А, С, А, Б, С, Б, А. Ну, давайте фиксируем, например, порядок А, Б, С. В принципе, можно рассмотреть другие порядки. Считаем, что А, это наиболее неметкий стрелок. Вот у него меткость 50%. Через раз попадает. Б стреляет с меткостью 4 из 5, 80%. С 100% попадает. Значит, такая задача. Да, и дальше они стреляют по очереди, да. Ну, вот я, допустим, А, ну, я вот должен выбрать себе цель, мишень. Ну, кого-то из них пытаться поразить. Если я поразил, то начинается дуэль, где просто последовательно мы стреляем друг друга, пока кто-то не умер. То есть тут ничего интересного в стратегическом смысле не происходит. А вот пока, если я не попал, то тогда ход переходит к следующему. И он себе выбирает цель, правильно? Он тоже смотрит, в кого из двух пытаться попасть. Ну, и так по кругу, как бы, да, пока, ну, понятно, что С, он кого цель себе выберет, да, того его убьет сразу же. Поэтому игра, она хоть и кажется бесконечной, она на самом деле конечная, очень быстро закончится. Потому что когда С убьет, да, дальше останется дуэль, либо как бы, либо С будет убит, либо в следующем раунд убьет и следующего. Вот. Ну вот получается такая, как бы, игра, да. И вопрос, который был задан в 46-м году. Первый раз, это вот как раз после войны, Кинер, фамилия, он написал это в математических головоломках, загадку. Он говорит, вот такие три человека, вот такие у них, такая дуэль трех лиц. Пожалуйста, спрогнозируйте, что должно произойти. Больше ничего не было написано. То есть вы должны сами продумать, вот с каких позиций вы должны это прогнозировать. Вот встать на место любого из них и попытаться провести рассуждения, которые приведут к тому, что целью для него должен быть именно этот, а не другой. Понятно, да? То есть пока трое, нужно научиться предсказывать, что эти люди будут делать. Каждый из них, как будет себя вести. Когда их останется двое, все станет понятно. Они просто будут стрелять друг другу по очереди, пока кто-то не умрет. Вот пока трое, это стратегический аспект. Эта задача имеет очень интересную историю. Сейчас я эту историю вам расскажу. Но забегая вперед, я хочу сказать, что рассуждения о подобного рода задачах привели к одной из самых сложных и нетривиальных наук в рамках теории игры, связанной с экономикой, теории динамических игр. И это одна из тех областей, которые здесь я показывал. Значит, давайте попробуем рассуждать. Вот просто вот вы сами, давайте встаньте на место А. Он думает, в кого ему целится, о чем он думает. Ну вот если я попаду, то понятно, что произойдет. А если я не попаду, то что произойдет? Тогда я должен что делать? Предсказывать ход B. Правильно, да? То есть решая задачу в порядке А, Б, С, мы одновременно на самом деле должны решать задачу в порядке Б, С, А. Значит, мы должны встать на место Б и пытаться понять, что делает он. Что делает Б? Ну он думает так, если я буду целиться, да, ну либо как бы вот я убью, тогда понятно, что произойдет, а если я не смогу убить, то будет ход С. Так, а какое будет действие С? И А при попытке понять, что ему делать, он должен продумать, как будет думать Б, а продумывая это, он обязан будет также предсказывать, как будет действовать С. Правильно? То есть на самом деле выясняется, первое, что выясняется. Вот мы начинаем думать об этой задаче. И первое, что мы сразу понимаем про нее, что думать мы сразу должны о всех трех циклических сдвинутых порядках. То есть не отдельно, о порядке А, Б, С, Б, С, А и С, А, Б, а вместе, весь этот цикл вместе. То есть неважно, кто начинает первый, нам все равно при предсказании его хода нужно будет решать за второго, за следующего и через одного тоже. То есть получается как бы две принципиально разные задачи в этой постановке. Не шесть, как казалось сначала, а две, а именно циклический порядок А, Б, С, А, Б, С и так далее. И циклический порядок А, С, Б, А, С, Б и так далее. Значит, давайте вот сосредоточимся на порядке А, Б, С. Попробуем сейчас прямо с вами решить. Через полгода ему пришло решение, он его признал правильным и опубликовал. Значит, чтобы понять, что произойдет в порядке А, Б, С, мы уже знаем, мы понимаем, все с вами, да, я вас как бы постепенно веду. Но сейчас уже давайте в том режиме, что если что-нибудь непонятно, вы задавайте проясняющий вопрос. Я вас веду к тому, что давайте начнем с простой ситуации, когда первый стреляет С. Ваш прогноз? Нет, сейчас, у нас пока, значит, у нас нет, у нас есть возможность выбрать себе одну из двух лет. Вот С выбирает. С стреляет в Б. Совершенно точно. Это математически точный результат, потому что С убивает. Кого лучше убить? Разумеется, нужно убить более сильного, чтобы иметь больше шансов в дальнейшем. Правильно? Все согласны, да? Итак, если игра доходит до С, то С стреляет в Б. Это то, что можно написать лемма 1, да? Все, это очевидно. Теперь давайте подумаем, что делает Б. Лемма Б стреляет в С. Почему? Предположим, что он делает что-либо другое. Например, стреляет в А. Тогда у него шанс выжить равен тождественному нулю. Потому что если он попал в А, А, С стреляет не вов, ну понятно, осталось только двое. А если он не попал в А, то С стреляет не вов под той логики, которую мы уже с вами воспользовались. Значит, итак, если начинает С, то С стреляет в Б, а если начинает в Б, то Б стреляет в С, да? Не правда ли? Ну, а если начинает А, то довольно просто понять, что А стреляет в С, а не в Б. Ну, там просто как бы видно, что это более выгодно. Значит, вроде бы решение есть, оно опубликовано. И давайте сделаем следующее. Давайте составим табличку выигрышей данного человека при данном порядке стрельбы. Такая табличка. Три на три. Выигрыш А, выигрыш Б, выигрыш С. При том, что первый ходит А, первый ходит Б, первый ходит С. В этом порядке циклическом А, Б, С. Составим табличку. Получатся некоторые числа, которые с помощью современной теории вероятности мгновенно вычисляются, да? Ну, это детский сад. Вот. То есть там как бы, там чуть-чуть нетривиальная вещь на школьном уровне восьмого класса. Это там геометрические прогрессии, что произойдет в дуэли А и Б. В остальных случаях совсем все очевидно. В дуэли А и Б нужно будет там пользоваться принципом геометрической прогрессии и очень простым школьным принципом. Короче говоря, эти числа теперь, после того, как мы знаем логику поведения этих игроков, числа эти можно восстановить и выписать таблицу. Что шокирует глаз? То, о чем здесь уже было чуть-чуть сказано. Я вот прервал дискуссию об этом. Сейчас я эту дискуссию возвращу. Шокирует глаз следующее. Выигрыш А в порядке А, Б, С значительно меньше, чем выигрыш А в порядке Б, С, А. Понятно почему? Потому что если начинает Б, то он пытается убить С. Ну там, может убил, может нет. Но если не убил, то С убивает Б, в любом случае, когда К придет ход, он начинает и он имеет дуэль, начиная в ней. Это уже как минимум 50%. То есть у А выигрыш довольно большой, не меньше, чем 50%. А если А начинает, то он вынужден стрелять С. И если он попадет С, то Б его, скорее всего, в этот момент после этого убьет. Потому что Б будет следующий стрелять. И вот эта логика, она подсказывает нам, что что-то в этой задаче не так. Потому что как же это, если А начинает, то он имеет гораздо меньшие шансы выжить, чем если он не начинает, а отдает ход. Значит, неправильная формализация была. Значит, нужно разрешить что? Стрелять в воздух. Правильно? Надо разрешить А стрелять в воздух. И тогда он передает ход Б, А дальше происходит, ну как бы то же самое, да? Ну вот это решение было опубликовано. Как окончательное, бесповоротное, правильное решение задачи о трех дуэлянтах. И ситуация отложилась, например, на 50 лет до публикации в журнале Квант 1994 года, которое называлось О тройном дне тройной дуэли. Значит, тройное дно тройной дуэли это утверждение о том, что в решении этой задачи у С, у самого лучшего стрелка, наименьшие и вообще мизерные шансы выжить. И это то, что мы видели в Иркутске, да? То есть С убил Б, сняв его с выборов, пришла очередь хода А, и он попал в С. Значит, если мы посмотрим на эти числа, у С числа очень маленькие, очень маленькие. Даже когда С начинает, в следующем в него будут стрелять, да? А уж если он не начинает, тем более. Его пытаются убить все время. И возникает вопрос, что что-то тут, опять же, тут как бы такое впечатление, что что-то не так. Не может такого быть, да? Так не должно быть. Не может лучший стрелок соглашаться на то, что единственный рациональный исход этой задачи, математически строгий, состоит в том, что его шанс выжить 0,1. Что-то не так. Давайте он не будет ни в кого стрелять, а пропустит только ход тоже. Действительно, все предыдущие исследования эту возможность игнорировали. Они давали шанс пропустить ход А. А имел право пропускать ход, а Б и С не имел. Но это же не честно, правильно? Это же не может быть формализацией задачи. Это значит, задача не доформализована. И правильной формализацией состоит возможность каждому из них, кроме стрельбы в одного из оппонентов, пропустить ход. Дуэль-то никак не меняет. Дуэли, они все равно будут стрелять друг в друга. Ну там, в общем, с некой оговоркой, о которой я сейчас говорить не буду вообще. Но тем не менее, значит, когда их трое, это очень сильно меняет ситуацию. Если каждый может стрелять, то тогда, ну что происходит, вот например, если А стреляет в воздух, Б стреляет в воздух, С стреляет в воздух, А стреляет в воздух. А заметьте, что это правильный прогноз ситуации в случае, если А, например, стреляет 80% попаданий, Б 90, А и С 100. Тогда, если человек кого-то попал, он скорее всего труп. Потому что он в дуэли второй, его скорее всего убьют. То есть каждому хочется передать ход. Возникает вопрос, как же все-таки устроен прогноз в этой задаче? Значит, прогноз теории игр состоит в том, что на самом деле нужно искать то, что называется равновесие совершенной на подыграх. Такой термин, я сейчас не буду вдаваться подробно. Идея такая. Поведение человека должно быть оптимальным не только на траектории того, как игра ведется, но и во всех случаях, когда кто-то случайно сходил не так, а как-то по-идиотски. Ну пьяный был, например, сходил иначе. Вот даже в этом случае, который не наступит, мы должны требовать правильного поведения со стороны всех игроков. И если мы применим этот принцип, мы можем честно решить эту задачу. Это страшно сложно. Вы представляете себе, да? Это оказалось очень сложно. В кванте вообще было написано, что это невозможно сделать, и на каждую логику найдется, так сказать, логика с винтом. То есть на каждую хитрую логику найдется какая-то контр-логика, которая, значит, ее это самое, а на контр-логику логика с закоулками. И вот этот процесс никогда не закончится, что будет все время, на каждое предложение, что вот такое решение, будет следовать предложение, что вот есть контр-предложение. Ответ нет. Нет, нет и нет. Наша лекция сегодня сугубо позитивна. У нас нет нигде никакого нигилизма, никакой витиеватости и лукавости. Ответ может быть дан 100%. Истина доказана, что для случая, когда А, Б и С имеют вот такие вот шансы на попадание, а также любые другие, которые что у А меньше, чем у Б, у Б меньше, чем у С, у С 100%, задача решается до конца. И действительно можно строго, но очень сложно математически доказать, что единственный вариант поведения этих игроков именно такой, что С остается в глубоком проигрыше. А, соответственно, А имеет наибольшие шансы выиграть, как часто и наблюдается в реальности в дуэлих трех лиц. Кстати, в биологии известны, там у обезьян есть альфа, бета и гамма самцы. И там как бы вот бета и гамма самцы дерутся, альфа самцы делают сами знаете что. То есть вот этот менее, но наиболее слабый из трех видов, они как раз продолжают потомство. Вот, но это еще не все. Дело в том, что если разрешать игрокам при выборе цели бросать монетку, то таки рождается третье долгожданное великое равновесие, в котором вот тот, который 100% попадает, всегда стреляет в воздух. То есть последняя точка здесь такова, что если мы разрешаем смешанные стратегии, так называемые, с теорией игр, то таки рождается равновесие, которого все искали. Что цель не позволит, в некотором случае, четко математически равновесного поведения, цель не позволит себя убить, там, с вероятностью 90%. Он стреляет в воздух, а остальные двое кидают монеты некоторым очень точно подобранным образом. Это такая, как бы, это, ну, хорошее упражнение по теории игр, в общем, для серьезной мастерской программы. Вот, но вот, так сказать, это чтобы немножко приоткрыть завесу, что происходит в экономике. Это типичная экономическая модель, на самом деле. То, что я рассказал, это типичная теоретически игровая модель из области экономики и близких вещей, вот, которая описывает там конкуренцию, жесткую конкуренцию на рынке, политическую борьбу, войны и так далее. То есть это такой типичный пример хорошей экономической модели. А что такое репутация? Нет, да, я согласен, но в первом приближении считается, что качество известно всем. То есть, например, известно, что Единая Россия стреляет на 100%. Да, как-то задача. Да, если мы это еще разделим, то задача пока не имеет решения, неизвестно. Решение неизвестно. Спасибо. Так, у кого? Ага, тебя. В 12-м году надо 3-го найти. Мы продолжаем. Да, ты тоже. 3-й, 4-й, вот тут была. Да. А вы не считаете, что нужно добавить еще в такую рамку, как психология? Вот вы сами не сказали. Да, согласен. Я просто очень плохо ее знаю. Какой вопрос, такой ответ. И тем более, что у нас две минуты, сколько я принимаю, что было получено про экономическую стабильность. Согласен, да. Еще вопросы. Я, кстати, хочу вас на минутку, хочу, может, если вам интересны какие-то мои еще мысли, заходите на мой ЖЖ. Написать где-нибудь, что ли? Или сами запомните. Там можно написать на доске что-нибудь или нельзя? А, да, точно. Можно здесь написать, но... Ну, собственно, как вы могли догадаться, наверное. Итак, пожалуйста. Как слышится, так и пишется. Ну, иногда я надолго выпадаю, когда у меня какие-то научные, большое количество поездок, там, проектов, и я выпадаю. Ну, так, в принципе, раз, наверное, в две недельки там появляется. Может, даже раз в недельку в среднем. Какие-то соображения о чем-то. Отлично. У меня такой вопрос. Вот вы как описывали очень много моделей, но я заметил, что люди в них действуют подобным филистическим коням. А можно я по очереди буду отвечать на вопросы? Потому что мне легче забыть вопрос, чем вам. Значит, вопрос, ответ на первый вопрос состоит ровно в том самом дереве модели, о котором я говорил. То есть, когда мы видим, что предположение рациональности является не очень разумным, мы строим ветку из этого дерева, которое уже это предположение не делает. То есть, это никак не противоречит тому, что я сказал. А такие модели есть, где уже добрались? Конечно, есть. Конечно, есть. Тогда отсюда же есть второй вопрос. А где прогноз? А если мы с вами будем играть в Орлянку, будет кто-нибудь? Можешь дать прогноз, кто из нас выиграет? В Орлянку нет. Ну вот и про кризис тоже. Продолжение следует... Да, противоречие все-таки говорить нельзя. Значит, услышали вы более-менее правильно. Да. И есть мнение, что кризис в науке в определенной степени ответственен за кризис в экономике. Значит, хотите мое видение? Оно заключается в том, что практика будет все больше обгонять. Она быстрее. Ну как бы есть время применимости, да? Вот оно все убывает и убывает. Горизонт применимости модели все убывает и убывает. Ну у нас получается такая ситуация, когда прогнозировать вообще что-либо невозможно. Значит, я хочу сказать следующее. Вот позвольте, я сейчас скажу, и мои братья-экономисты, сидящие здесь, сейчас меня сразу замордуют. Я не считаю, что можно что-то разумное сделать в финансовой сфере. Только в физической. Вот, например, спрогнозировать, как будет изменяться хозяйственная деятельность на поверхности земли, да, вполне можно. Это не очень быстро меняется, это прогнозируемо. Можно строить модели данной области, как она будет развиваться. Но модели финансовых рынков, мне кажется, что это погоня за хвостом зайца. А вот в эту теорию вполне можно поверить. Да. Нет, я думаю, что там возможно. Там медленно меняется все. В отличие от финансовых вещей, в пространственной сфере меняется довольно медленно. И видны как бы закономерности, можно это измерять и изучать. Мне кажется, пространственная экономика одна из очень успешных наук. Но действительно в разной степени. Аукционы, например, супер успешная наука. Конечно. Но это в практике, а в науке всегда будет только лучшее. Я тоже последний вопрос. Я поэтому вам на эти комментарии, которые, я думаю, точно... Значит, духовность запад не покупает у нас, только иконы. Вспоминайте Пушкина, он говорит, не продается в закономерии, но нужно новых их продать. Иконы покупаются в западах, духовность нет. Наоборот, профессионализм, там же тоже должен быть, уже экономист, понимаете, если что-то продается, когда профессионализм, то обратно только иконы. Отсюда, вы помните, вот теперь о профессионализме. Если вы сказали, вы жестко сказали, для России нужен профессионализм и то, что, ничего подобного. Институты свободы нужны, правосудие нормальное нужно, а вы, видимо, профессионализм имеете в виду математика и экономичность. Мы расширяем круг, если вы со мной согласны, вы совпадаете. А я не согласен. Ну и все. И второй элемент, который я хочу, может быть, везде по-моему, вы все знаете, то первый советский может быть в области экономики Владимир Натонов. Это академия Санкт-Петербурга. Он разделил эту премию. Сейчас, а вы? Ну, в смысле, он как бы просто, ну, в процессе дискурса он не назван, но я ничего... Ну, я хочу запомнить... К нему у меня самое большое уважение и величайшее, так сказать, поклонение. Даже не вопрос. Разве линейное? Ну, он создал мощную вещь в ней на программирование основы оптимизации в этом стране. Если на Западе решались транспортные проблемы, оптимизировалось много внутрепродвозных процессов, то у нас это было например, отстроено период. Ну, это просто не мешает знать тем, кто математикой занимается, занимательной историей. И последнее. Вот Дихлево. Владимир Дихлево уехавший на Запад такой, ну, вы, наверное, хорошо знаете? Как ваша точка зрения по его последнему предложению, вот сейчас вот, по-моему, на полетру, о том, что надо совесть включать в модели, в модели математические совесть, и попробовать на этой компоненте выровнять многие истории. Спасибо. Да. По поводу совести, понимаете, если включить совесть, можно, в принципе, объяснить все, что угодно. и очень просто. То есть, как бы, если мы включаем, например, альтруизм в модели, ну, как бы, есть такая, вот это то, что называется низкий уровень исследования, потому что, ну, понятно, включив альтруизм, вы можете объяснить любой эффект. Ну, то есть, совесть надо включать в головы, а не в модели. В этом суть. Тогда никакой правовой системы не нужна. Я бы только хотел понять, правильно ли я понял смысл лекции. Итак, экономическая наука там у себя ведет к действиям совершенствования, а экономику, как некоторую с первой жизни, к действиям деградации. Я пытаюсь ответить на вопрос на заголовок лекции. Ну, по крайней мере, есть к тому знаки определенные, да, что так и происходит. Что не согласование между экономикой и жизнью, безусловно, но с другой стороны, оно постепенно осознается, что дальнейшее сложно сказать. Если оно реально сильно осознается, может быть, что-то начнет меняться. Спасибо. Эта лекция очень интересно занимается рядом с темпцией Сергеем Гриевым. последний. О чем он говорил? Это о том, в частности, какие уроки из весла экономика из последних каких-то таких. Спасибо.